В понедельник продолжилась рабочая поездка спикера Госдумы Вячеслава Володина в регион. Сегодня федеральный политик инспектировал объекты в областном центре. Первой на очереди стала школа в микрорайоне «Звезда». Здравствуйте. Ну так, ждалить немножко. С вечера ждешь? Да и больше этого ждали. Ты про это? Ну да, можно было бы и замерзнуть, если я тебе не уйду. Я бы так не переоценивал. Ну что, расскажите. Ну сейчас неделю деплели, что откосы прошли, но мы за пару дней подставим откосы здесь. И тогда совсем-то будет другое, да, совсем другое. Дальше производим на острове. Откусать. Когда заканчиваем, начали Д, начали Е. Давайте, покажите, давайте. То, что можно посмотреть. Дальше мы переходим уже старшее Зумова, Россия, мир и космос. И они перешли от этого уныния и серых тонов тоже. Ребятишек, приводим школу, где сплошная серость и формирование характера идет. А здесь впитывать будут, посмотри, вот. Россия. Россия, да. Название регионов, наших городов в области, районов. Наконец-то. Вот мы были вчера в Петровске, критиковали. Видели, да? А здесь совсем другой подход. Михаил Саныч, прогрессивный вы человек. Вот мэр прогрессивный человек. Одного вчера ругали. За что ругали? За то, что технологию полностью нарушают. Потому что вот надо брать профессионалов и не привлекать к работе. Не потому, что здесь вот мы находимся. А действительно, Юрий Александрович, большим опытом организовали работу здесь. На школе Зачкова. Реально мы сейчас, если посчитать, будем завершать и сдавать, пройдя весь цикл, меньше, чем за полгода, да? Меньше, да. Меньше. Но при этом мы говорим о качестве сварки. Это непросто. И мы, кстати, с Валерием Васильевичем, губернатором, подговаривая этот вопрос, договорились, что больше не будем рисковать. Все-таки лучше входить в строительство школы в одном году, а завершать ее в следующем. Даже если мы выйдем в начале года, допустим, пусть это будет март, апрель, а заканчивать будем к сентябрю следующего года. Поэтому вот такой подход, он более эффективен, потому что учитывает качество, а это главное. Ну и второе, по большому счету, это тоже где-то, наверное, цикл у нас получится полуторгодичный максимум. А так где-то год... Это год восьми, да, да. У нас, если отрешение, то да, до двух. А так и второго года, потому что, если мы с вами говорим, начало строительства, завершение, потому что завершение будет не конец года следующего, а все-таки первое сентября, начало учебного года. Но здесь у нас была, с одной стороны, безусходность, потому что вы вопрос этот ставили, и он действительно был острый, а с другой стороны, средства, которые мы получили под эту школу, необходимо использовать до конца года. Нам повезло то, что организация пришла высокое эффективное, технологичное. А вот то, что здесь вот, Татьяна Никитина, присутствует, у нас происходило на Вроле, у нас же губернатор был Прорабов, мастером был Ивоваров, вместе с Исаевым Михаилом Самовичем, и организацию укрепляли другими подрядчиками. И, что называется, вот это была большая стройка с большим количеством участников, да, вышли на сдачу объекта, но при этом потом расхлебывали, и где-то что-то стало отваливаться, надо было подкрашивать, ремонтировать. Это все издержки как раз вот этих совсем коротких промежутков временных, которым не готовы наши организации. Ну вот вы правильно сказали, что лучше, конечно, не гнать вот эти сроки, а лучше, как бы, все по-моему сделать. И для художников, конечно, все, что это хорошо. Для художников понятно. Это вот кто-то думает, а вам надо походить, подумать, посмотреть, как цветовые решения, какая гамма должна быть. Вот мы будем сегодня общаться с нашим бизнесом, который находится на проспекте Керва. Вот с ними поговорим в отношении цветовых решений и стиля. У Саратов уже свой стиль. Причем он исторически сложившийся. Это город европейский больше, чем любой другой город. У нас история такая. Вы осознаете просто, какая у нас история города. Да, с годами эта история много раз потерпевала изменения. Я имею в виду история стиля, история архитектуры, но все-таки доминанты основные на проспекте, они сохранились. И по этой причине нам с вами необходимо сделать все для того, чтобы вот этот стиль, он возразился. А у нас сейчас идешь тандырная. Что там еще дальше? Вишбармак. А, Вишбар. Правда, пабы тоже есть. А вот что касается любителей пабов, им тоже сегодня расскажем. В Лондоне, о чем они мечтают, желая сидеть у себя в пабе и представлять себя в Англии. Так вот, там вообще, если говорить о подходах, четыре цвета, которые могут быть окрашены дома, зданиями. И вот из этих четырех цветовых решений владелец может выбрать что-то для себя, но не более. Он не может выйти за эти решения цветовые, потому что исторически город вот именно так развивался. Если кто-то думает, что здание, если он купил, то принадлежит ему. Нет, оно принадлежит горожанам. Правильно. Только так можно сказать. А он его использует? Пожалуйста, используй, зарабатывай. Но это уже принадлежит горожанам. И жители должны, проходя по проспекту, радоваться и ощущать себя в европейском, старинном городе, с купеческими корнями. Мы с губернатором начали разбираться с одной темой. Она имеет отношение и к везде, но при этом мы с ней столкнулись на ряде школ. У нас соотношение стоимости оборудования и стоимости строительства, ну, мягко говоря, абсолютно не соответствуют друг другу. Вот, для примера, самоиловская школа. Все то, что там построено, по смете, это по имени 128 миллионов. А на оборудовании заложены средства в размере 90 миллионов. Вот реакция правильная. Вот этот человек абсолютно правильную дал оценку, рассмеявшись, что происходит. Ну, нам плакать надо. Мы с Валерием Васильевичем обсуждали этот образ. Представьте себе, что происходит. Вот, на мой взгляд, туда должен приехать прокурор, следователь, и изучить это все от начала до конца. Рентабельность просто гикая. Вот, у нас строится предуниверсарий как благотворительный проект, и мы заложили сумму приблизительно при этом вот по этим нормативам. Но так как это лично деньги, мы их считаем. У нас были привлечены фирмы, которые мы попросили минимальную рентабельность заложить для себя, понимая, что это благотворительный проект. Но при этом, чтобы качества было и уровень был достаточный. Вот для предуниверсария на 400 ребятишек более чем достаточной суммой они посчитали 50 миллионов. Понимаете, о чем речь идет? Это при том, что у нас там... У нас там гораздо больше. Совершенно правильно. Но у нас по площадям, площади у нас, они большие, потому что у нас там интернат. У нас же интернат, это там и кровати, и мебель, и так далее. А потом у нас и актовые залы, и залы для отдыха, это зимний сад и тому подобное. То есть они требуют все обустройства, оборудования, но этого нет в типовой школе, которую мы реконструируем, в Самойловке. То есть ее комплектовать легче и меньше. Также сегодня Вячеслав Володин посетил строительную площадку предуниверсария. Благотворительный проект должен быть завершен в 2020 году. Ярко и не наполняет. Раскраска будет соответствовать цвету мебели того класса, куда ребенок должен направляться. Сцена должна быть разборной. Вот это вот ноу-хау, я с этим согласен двумя руководителям, потому что это будет здорово. Разборная сцена достаточно элементарно сейчас делается, крепится, чтобы ее можно было выбирать и выносить, если понадобится. И плюс, это было бы правильно все-таки вот эта сцена должна быть, ну, вот эта часть, посмотреть. Мобильная, чтобы она была. Была более мобильная? Ну, конечно, лучше было бы так, чтобы она была, учитывая конструкция, которая здесь, я думаю, является. Здесь нам можно показывать и фильмы будут. Естественно. Потом сама по себе. Много функционально. Да, да. Много функционально, чтобы там. В следующий раз проходим в том числе, как только здесь работа будет выполнена уже на более, высокого уровня готовности. В том числе, посмотрим лидераторскую, что там лидераторскую должно быть, потому что правильно было бы наполнение посмотреть каждого помещения, по оборудованию, какое оборудование будет, какой оборудование будет, какой дизайн каждого класса и каждого кабинета. Но, еще раз, нам здесь необходимо закончить эту работу подчетовую отделку и потом посмотреть все решение. Потом вы исходите еще из того, что, вот, смотрите, видите, у вас ширина плитки одно, и ширина плитки другое. Это вот о чем говорит? Это говорит о том, что зам по строительству в городе не ездит, не учится, не изучает ни новые подходы в строительстве, ни новые подходы в отделке, ни работает со стилистами, с дизайнерами. Это проблема ваша. Это, на самом деле, либо вы будете привносить в город красивое и прекрасное, либо мы будем после вас вот это все переделывать. Третий объект средняя школа номер 2 на пересечении Хользунова и Мичурина. Здание архитектора Семена Калистратова за годы эксплуатации изрядно поистрепалось. Пошли трещины по стенам. В 2008 году на фасаде появились маячки. Здесь, скорее всего, речь идет не о сохранности фасадов, здесь идет речь о безопасности учеников. А вот вы говорите, здесь у вас что с углом и вертикальные трещины пошли по всему зданию. Вы что предлагаете? Какие решения? Да, вот я прошу вас дать решету. Решение следует. Будет демонтировать все перекрытие, перевернуть. То есть, у нас с вами первая задача спасти здание, обеспечить безопасность учеников. хранитель как считается. Ну и это памятник, это памятник историк культурного наследия, школа, которая нам воспитала и дала стране одной из самых больших, наверное, количеств героев. Да. У нас единственное вольство первые первые 69 первые школы воспитала. Да понятно, что в 14-м году. Михаил Александрович, вы правильно все говорите. Вот она была такой в 14-м году, сейчас в 19-м у нас с вами. Речь-то о чем идет? Нам за школой следить необходимо. Посмотрите, сплошные трещины. Вот о чем. Посмотрите. Здесь, кроме всего прочего, кирпичи начнут отваливаться. Не дай бог на голову и погодить. Ребен или учитель. Смотрите, вот мы даже первоначальную сумму обсуждаем, она уже 600 миллионов. 600 миллионов это стоимость новой школы с бассейном и современной, большой и как бы мы должны соизмерять, так как у нас с вами сейчас это приблизительная стоимость, причем той части, которая не является всей школой. плюс вот если усиление, о котором речь идет и пристройка, о которой вы говорите, это будет уже ближе к миллиарду. Это будет. Но это больше, чем стоит школа на 1180 мест, причем новая, современная, с спортзалами, обустроенная, с бассейном и так далее, и так далее. Поэтому давайте мы вот эти вопросы обсудим, реально изучив все это и дальше выйдем на принятие решений. Раз тем более у вас окончательной цифры нет, но порядок цифр уже показывает, что это огромное средство. Что значит для вас? Это для страны, для города, для области миллиард рублей. Причем опять-таки речь идет о чем? Мы миллиард сюда вложим, а ученикам мы не дадим то, что сейчас ученик получает в случае сдачи новой школы. Здесь уже бассейн построишь в рамках того, что есть территория, которая у нас существует. Мы не сможем с вами здесь построить современный спортзал, актовый зал и многое другое. Поэтому давайте изучим этот вопрос еще и еще раз, потому что когда речь идет о таких финансовых вложениях, надо понять, что мы на выходе получим. Просто чтобы вы понимали, моя позиция сохранять памятники историко-культурного значения. Вообще считаю, что нам город надо сохранить, особенно его историческую часть. Поэтому бороться за здание будем, но вместе с этим там, где мы видим, что или время пустили, или использование этого здания под школу в том виде, как это все есть, невозможно, будем обсуждать. Никаких решений не будем принимать без вас. Здесь речь не идет даже близко о том, что школа здесь будет закрыт. Вот это давайте исключим. Во-первых, здесь мы рядом с вами не имеем возможности что-то строить, поэтому у нас путь один. Либо мы восстанавливаем, либо мы на месте вот этого здания в тех же размерах и решениях будем уже что-то другое планировать, но то, что здесь школа должна быть, даже ни у кого нет другого мнения. Вывод даже и не ложитесь с этим, и не вставайте, и все разговоры пресекайте. Редактор субтитров Продолжение следует...